Арсений Селезнев, Зверобой. Сейчас мы посмотрим, что тут у нас с цыплятами. Я, наверное, открывать не буду пока. Артем, посмотри, что там. Мы видим яички. Интересно, сфокусируется она туда? Нет. У меня тоже фокусируется на... Нет, фокусируется, смотри, на сетке сфокусировалась. Ну, яйцо гладкое. Может, уже вылупились, но писка не слышно. Пока только яйца. Да, с той стороны. Давай. Там какие-то начали проклевываться. Широкий охват был. Сейчас я посмотрю. Так, в душе. С подсветкой. Давай подсветочку. Где она там? А ну, я сюда встану. Ага, вот видно, есть. Проклюнулись, но еще не выбрались. Вот прямо, вот тут. Вот это яйцо, которое вот ровно под пальцем. Видно? Ровно сверху у него. Видно? Ну, не знаю. Смотри в экран, видишь? Ну, так не видно, только глазами видно. Так, осторожно, не раздави. В общем, мало. В общем, пока проклевывается, но писка не слышно. Я вскрывать боюсь, потому что тут влажность потеряется. Сейчас 56 влажность. Надо будет... Поставлю тарелочку дополнительную с водой, чтобы была влажность побольше. Ну, а температура, может, так и будет 37,6. Пусть так и остается. Пока день 19 на этом... Ну, у меня вечером день заканчивается. Я где-то в 20 часов докладывал. Там ничего нет, там пусто. Это у меня тут перегородка стоит. Я думал, что тут будут вылупляться с этой стороны. И туда буду перекладывать, на ту сторону. Ну, так как и немного получилось. Прохладнее. А вот тут... А это горячий. А где щель? А где щель? Воздух ширует. Чувствуется. Тоже я и накрывал газеткой, чтобы... О, слышно было, только что пискнуло. Пу-пу-пу-пу-пу. Не, там курица же... Что-то делает. Ну, я так... Типа, как... Имитация. Но лампочка там есть, да? Горит свет? Да, там свет есть, но он им просто не нужен, потому что... Как-то сказать... Они, когда под крылом лазают у курицы, они же света и особо не видят. И они, наоборот, сейчас от света идут. От света в темноту прячутся, чтобы согреться. Чтобы их выгревало. Ну, конечно же, тут... Нет такого... Вот у меня... Этот регулятор влажности мой. О, слышно, опять пискнул. Ну, хоть кто-то вылупится. Я переживаю насчет того, что тут могли выключить электричество, и они, в общем... А я не уследил. Комната холодная, довольно-таки тут. Вчера было, по-моему, 12 градусов. 12,5 градусов, да, было. Когда выключали? Не, не выключали все эти 21 день. Ну, могли выключить, понимаешь? А я мог не заметить. Тут полчаса, и уже температура, все, начинает падать. Ну, допустим, полчаса, это не страшно, как для охлаждения. Все равно открывают ящик, охлаждают. Это у тебя что-то за оборудование? А это у меня этот, как он там, дюмер, диммер называется или еще как-то там. Сейчас я скажу, как он называется. Там надпись есть у него. Ну, диммер нокаул лампы регулирует. Да, регулирует, значит, нокаул вот этой лампы. И, может быть, еще попробую подключить еще одну лампу. Но я не знаю, они с разной... Разное количество ватт, поэтому они могут быть та, что слабее, ярче светить, а та, что более мощная, слабее светить. И, в общем, такой перекос будет. Скорее всего, что тут одну лампу придется подключать. Всего лишь нам всего. Ну, пока так. Это будет ящик у меня полностью закрываться максимально. Сверху еще, может, что-то буду такое ложить, чтобы не выпускало тепло, влажность не выпускало, потому что оно сильно сушит. И одну или две тарелочки с водой, в принципе, достаточно, чтобы там было влажно. Чтобы они сильно не пересыхали для начала. Ну, пока. А перед этим они будут находиться в теплуше. А после, я думаю, сутки или двое будут находиться в теплуше, а потом буду уже пересаживать сюда, в эту коробку. Коробка толстая, хорошая такая. Вот это с медицинских препаратов. Тут получается три слоя воздуха. И она сама по себе тяжелая. Там по массе получается где-то на почте взвешивали. Это она почти 3 килограмма весит. Сама по себе коробка. Можно сильно не утеплять, да? Не, я не утепляю, просто закрываю, чтобы они не чвиркали и стены не долбали. Они же, когда подрастут, они начнут картон пробивать. Это все ли нашел коробку? Это прислали вещи когда-то давно в такой коробке с Киева. Полезные коробки. Да, полезные коробки. Можно тоньше брать. В принципе, там особой теплоты не надо, но особого нагрева. Но так оно, взял такую коробку. А потом дня будет большая такая. Там, где они смогут разбежаться, пробежаться. Никуда ходить, не 5 где-то. А потом уже придется им ставить большую коробку, чтобы они ходили, двигались. И чувствовали себя, как дома. А это же уже и есть будет. Это и будет их дом. Этот брудер. Арсений Селезнев, Зверобой. В общем, выводятся цыплята. Я не знаю, что с них получится. Что-то там не получится. Особо переживать, конечно, не буду. Но хотелось бы, чтобы получилось. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев, Зверобой. Это теплуша в холодном помещении. С дополнительным нагревом. Она рассчитана на плюс 18 градусов. Здесь сейчас максимум 12,5. Ну, я сейчас в данный момент не мерил. Но перед этим вчера было 12,5. А то было даже ниже 5 градусов. И оно всё работает. Он успевает нагреть, до нагреть. К этим 12,5 ваттам. Что тут есть? Вот 12,5 ватт. Нет, 12 ватт. От сети. Сушилка для обуви. Так что это применять можно. Подписывайтесь на канал. Арсений Селезнев, Зверобой. Смотрите обновления. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Пока.